Всем привет, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о кресле от компании Britax Römer об предтоповой модельке в категории 2-3 это с 15 кг до 36 кг грубо говоря от метра ребенка и до самого победного конца можно использовать это кресло моделька называется Kitfix 3M сегодня я вам покажу ее вот в таком вот интересном варианте я имею ввиду расцветка расцветка реально понтовая такая забавная, молодежная я ее считаю народ ее очень любит, спрашивает постоянно вот поэтому в этом цвете я и решил вам сделать обзор соответственно сегодня посмотрим что это за зверек такой давайте сразу о безопасности мы же для этого их покупаем вообще здесь как бы говорить об этом ну я скажу конечно но что касается Britax Römer там всегда все хорошо этим креслам можно смело доверять доверять детей у них всегда хорошие результаты по безопасности, по краш-тестам в общем в случае с Römer это всегда в яблочко здесь плохого кресла вы не купите у них их просто тупо нет эта моделька у нас практически максимальная версия вот и естественно здесь с этим все более чем в порядке соответственно как я уже сказал с метра роста видите нет пятиточных ремней соответственно ребенок у нас пристегивается взрослым ремнем как вот вы себя пристегиваете в автомобиле то же самое вы делаете и ребенку соответственно посадили ребеночка здесь в подголовнике есть специальный видно вам надеюсь вот этот вот это направляющий для ремня обязательно проводим здесь здесь есть такой зажимчик который обратно всегда отскакивает после того как вы ремень туда продинете он для того чтобы он не выскочил ремень обратно а всегда был там очень важно чтобы ремень был здесь потому что если он будет не там не дай бог что ремень окажется на горле у ребенка а это капец как опасно соответственно нижняя часть ремня у нас в этой модельки проходит вот здесь это нам нужно для того это разработка их ремера я имею ввиду она нужна для того чтобы на 30 процентов спаховой зоны ребенка снизить нагрузку в дтп от самого ремня это такая не бесполезная вещь я не думаю что этим стоит пренебрегать этим нужно пользоваться потому что сам ремень он тоже травмирует ребенка это не секрет это открытая информация поэтому имейте ввиду это вещь интересная ну вдруг если вот прям вот капец как вам вот не хочет ребенок там сидеть эту штуку можно снять поэтому имейте ввиду важный момент запомнили направляющим и расстояние когда будем регулировать подголовник расстояние от плеча до подголовника вот не больше двух пальцев но не меньше одного желательно это правильное положение подголовника и направляющий будет держать ремень в нужной зоне на плечо грудь далеко от горла поэтому вот это как закон запомнили иначе нельзя соответственно все как пристегнуть ребеночка мы с вами разобрались это кресло имеет у нас систему изофикс вот у нас кнопочка нажимаем изофикс достаем изофикс у нас здесь гибкий соответственно в любой автомобиль даже самый кривой можно установить изофикс соответственно пристегнули все вперед поехали соответственно что касается наклона в 2-3 категории как таковой вот обычно нету вот тут никакой вот кнопочки еще что-то чтобы оно как на чаши ездило это бывает в группах для младших детей в 2-3 категории как закон свободный ход спинки он облокотится на спинку автомобильного сидения дальше не пойдет ну и соответственно дальше чем можно допустим есть нормы безопасности в этом отношении оно тоже не пойдет оно в сам свой блокировок в свой блокировочек упрется и дальше не пойдет соответственно вот что касается наклона здесь вот так спать в таких креслах конечно менее удобно чем в маленьких но здесь ребенок уже по идее вырос и спать так как вот для малышей здесь уже не получится вот как-то так вот ребенок и будет спать соответственно наклон вот такой какой есть Что касается тканей, сразу хочу про Britax сказать. Ткани в Britax всегда используются самые правильные. Они износостойкие, тактильно приятные, они легко чистятся. Все это дело можно легко снять, постирать. Единственное, совет вам конкретный, стирайте не выше 30 градусов, чтобы материал не сел. Если он сел, все, дороги обратно нет. Вы его сюда не оденете, это у нас запросы в сервисный центр и все это вытекающее ожидание. И будете сидеть без кресла. Поэтому ухаживать нужно за ним нормально, без проблем. Соответственно, что касается еще технологий по безопасности, которые здесь использованы. Здесь есть фирменная система XPC, XPC как называется. Вот она. Ее нужно активировать со стороны двери. Вот таким вот образом выкручивается она. Со стороны двери, это при боковом ДТП, если не дай бог оно происходит, эта система гасит часть энергии удара, которая переходит на кресло. Это вещь очень-очень полезная. В совокупности всех технологий мы получаем хорошие оценки в тестах по безопасности. Единственное, что вот расстояние от вот этой системы до двери должно, оно не должно быть ближе, чем на 5 миль, ну на полсантиметра от двери. Потому что, чтобы оно не билось постоянным. В автомобиле разные, карта двери тоже отличается по толщине. Имейте ввиду, чтобы было расстояние, чтобы оно не касалось постоянно двери. Просто, если что, можно на один оборот уменьшить. В общем, вот такой вот нюанс. Соответственно, в целом, по креслу, все, что хотел я вам рассказать, рассказал. Два-три категории вообще сама по себе очень простая. Тут много чего и не расскажешь. Но, что касается Britax Römer, 100% немец, безопасные, достаточно удобные. Ткани, я уже вам сказал, всегда отличные. И на вторичке мега популярные. Ликвидные, просто вообще надоело. Продать захотели, продадите все это без больших потерь. Ну, покупать новое, естественно, Мир Автокресел. Добро пожаловать. Ссылочка в описании на это кресло. В обзоре понравилось, заказывайте, привезут день в день без проблем. Даже два штуки на выбор вам привезут, если вы между чем-то выбираете. Даже если цвета два хотите выбрать, два штуки, два, не три, два вам могут привезти. Собственно, все. Добавить мне уже все нечего. Могу только пожелать хорошего, грамотного выбора кресла для вашего ребенка. И Мир Автокресел большое спасибо за предоставленные кресла на обзор. А вы, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик не забывайте нажать. И всего доброго вам. До свидания.